На конечных остановках в Сочи в ближайшее время станет больше пространства для маневров. Администрация города совместно с представителями компаний-перевозчиков начинают работу по благоустройству. Все лишние киоски, павильоны, которые зачастую мешают не только проезду легковых автомобилей, но и безопасному движению пешеходов, будут снесены. На совещании подчеркнули, если не получится договориться мирно, придется действовать через суд. Так, например, произойдет с конечной 92-го маршрута. Там из-за торговых палаток автобусы порой не могут развернуться, а тесно припаркованный транспорт вызывает недовольство местных жителей. Положено в соответствии с законом через каждые 4 часа водителю отдыхать. Вот это место мы должны предоставить. Место, где он может перекусить, где он может передохнуть, кто курит, там покурить и отправить, естественно, на ноги. Портит облик города и разноплановые остановочные комплексы. Их снова поручили привести к единому стандарту. От общих вопросов перешли в прямом смысле на личности. Помимо профессиональных качеств водителей, одним из основополагающих является вежливость, отметили на совещании. А ее порой не хватает работникам транспортного цеха. Ведь из таких мелочей складывается облик Олимпийской столицы в целом. Поработают и над внешним обликом водителей. Частные и муниципальные перевозчики получат униформу, классическую рубашку и брюки. Зимой к комплекту добавится свитер. Мы не тот город, который может себе позволить работать как попало. Мы должны стать лучшим городом в Российской Федерации и показывать пример всей стране, каким образом должно работать автобусное сообщение. В новой униформе водители выйдут на рейсы уже в апреле с теми же предприятиями, кто не будет придерживаться принятых условий, в администрации намерены расторгать контракты. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.